Друзья, железный обзор добрался до Mirror's Edge Catalyst, а это значит, что мы истоптали сотни виртуальных крыш, совершили тысячи прыжков, сотню раз разбились насмерть и все, чтобы измерить производительность игры на разных видеокартах и настройках. Тысячные GeForce в России пока доступны в единичных экземплярах, так что тестируем мы пока на знакомом наборе. Разогнанные 900-е чипы Nvidia из линейки Asus Strix и референсная 980-е. Набор настроек — все стандартные пресеты, от минимальных до, как их называет игра, гипер. Стартуем с топовой карты — Strix 980 Ti. В Full HD можно смело ставить гипернастройки, на них видеокарта выдает 74 фпс. В QHD счетчик падает ниже 60 кадров, но не критично — всего до 54 фпс, так что жертвовать настройками не стоит. А вот в 4К с параметрами придется экспериментировать. На максималках игра проседает до 31 кадра, а приемлемая 49 начинает выдавать на средних параметрах. А это сильно упрощенные текстуры, тени и, конечно же, отсутствие глобального затенения. На 980-м чипе в Full HD можно оставаться на гипернастройках. До идеала карта немного не дотягивает, но 54 фпс вполне хватает, чтобы не откатываться по параметрам. В QHD от гипернастроек придется отказаться. Слишком много глюков и фризов, зато на ультра получится уже 50 фпс, а на высоких — 56. Что выбрать? В принципе, без разницы, отличия будут заметны только в тенях. Гораздо сильнее разница заметна в 4К. Тут опять придется играть на средних настройках и при 38 фпс. Можно, конечно, опуститься до низких пресетов и получить 59 кадров, но картинка будет совсем плоха. Не рекомендуем. Аналогичная ситуация и на 970-м чипе. Насчет разгона от Asus он держится почти на одном уровне со старшим братом и в Full HD на максималках показывает 50 кадров. Похожие результаты карта выдает и в QHD. На ультра получается 48 кадров, а на высоких — 55. Что же касается 4К, то это почти те же 36 кадров на средних и 56 на низких. Перейдем к Strix 960. В разрешение 4К с ней лучше не лезть. Более-менее нормальная игра идет только на низких параметрах. Зато в QHD благодаря хорошему разгону можно ставить даже ультра. Будет в районе 30 фпс. А на средних получится 50. Хорошо карта себя чувствует и в Full HD. Уже на ультра она показывает 56 кадров, а при переходе на гипер держит планку в 44 фпс. А теперь о самой доступной карте — Strix 950. Про 4К сразу забудьте. Игра не пойдет даже на низких настройках. В QHD вполне можно играть на средних. Получается около 40 кадров в секунду. Хотя, конечно, лучше сразу переходить в стандартное Full HD. Причем гнаться за идеальными 67 фпс на средних настройках мы не рекомендуем. Лучше играть при 42 кадрах и на куда более симпатичных высоких параметрах. Подводя итог, новая Mirror's Edge очень требовательна к видеокарте. 4К нормально тянет только топовая 980 Ti. Для QHD минимум — это карта уровня GTX 970, а вот для Full HD придется ставить хотя бы GTX 960. К тому же, по правде, игра довольно сильно забагована. За время тестов мы повидали и вылеты, и фризы, и нелюбовь к SLI-связкам. Да что уж там, один раз пришлось даже переустановить Windows. В общем, ждем патчей. На этом все. Играйте только в лучшие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...